Господи, Силь, с нами будет, и таково разве Тебе, помощникам скорбых невинам, и Господи, Силь, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Всего неделька остается до нового учебного года. Сегодня последнее воскресенье лета, августа. Всегда в эти дни вспоминается песня «Вот и лето прошло, словно и не бывало». На самом деле, лето прошло, и оно сохраняется и в памяти, и в фотографиях, и в впечатлениях. И это время, одно из самых прекрасных времен года. Хотя у природы нет плохой погоды, и каждый период благодатный, потому что зависит все-таки состояние человека не столько от внешних обстоятельств, сколько от того, как он это проживает, как он внутри себя чувствует. Но, тем не менее, остается неделька до начала трудовых будней у огромного количества школьников, студентов, и необходимо настроиться. Вообще необходимо настроиться на жизнь. Мы находимся в преддверии праздника Успения, Успения Пресвятой Богородицы. Успение от слова «успех», «спелость», «успешно завершенная жизнь». У Сергея Трофима есть такие слова в одной песне, чтобы жить чем-то настоящим, научиться жить по-настоящему, не понарошку, не играя в жизнь, и не халтуря, не халтуря. Я вспомнилась история, когда заканчивался учебный год. Один из преподавателей, знакомых, рассказывает, как студенты сдают экзамены, готовят рефераты. А она человек принципиальный и честный. Вот приходит очередной реферат, ну и специалист уже понимает, самостоятельная работа, думал человек, не думал. Ну и плюс есть определенные программы, в которых текст заводишь, и там сразу высвечивается, горит плагиат. Плагиат. Ну, как это делается? Понятно. Сейчас в интернете чего только не найдешь, любую тему заводишь, открывается масса разных текстов, и можешь просто их копировать и, в общем, выдавать за свои. И она сделала замечание, что, извините, я не могу принять вашу работу. Тот, с другой стороны, начинает как-то это компилировать, ну, местами меняет, меняет слова, как бы эти теги, по которым можно определить. Получается абсолютная белиберда. То есть даже смысл теряется из текста. Просто какой-то бессвязный набор слов с неправильными окончаниями, падежами. Снова сдает, ну, как бы думая, что, ну, пройдет. Не мытьем, так катанем. Преподаватель, нет, я вам не могу поставить за такую работу оценку. Дальше идет жалоба в деканат, уже со стороны декана. Говорят, ну что, ну, вы же нам портите показатели. Ну, примите, ну, тройку поставьте. Ну, так это же можно, конечно. Можно сослаться на то, что там премии не будет, еще что-то. Но зафиксировать человеку, верующему, совестливому, вот эту халтуру, она же на всю жизнь пойдет. Так же халтурный человек будет подтасовывать свою семейную жизнь. Так же детей воспитывать. Так же на производстве относиться. Потому что это навык, это привычка жить не своей жизнью. Жить фальшиво. Ну, и потом, по итогу, вот эта фальшивая жизнь, вот этот черновик, он ведь с ним пойдет к Богу. А Господь возьмет, скажет, ой, дорогой, а что-то это не твоя жизнь. Ты все время пытался что-то подтасовать, пытался там какие-то ходы сделать, чтобы проскочить, чтобы продавить. Но это же не ты, это же не твое. Что? Извини, я не могу тебе поставить хорошую оценку за твою прожитую жизнь. И в преддверии начала учебного года надо настроиться. Настроиться на труд, на работу. Маленький человек, юноша, девушка обязательно должны научиться работать, преодолевать трудности, совершать ошибки, но их исправлять. Не фиксировать, не впечатывать эту ошибку в историю своей жизни, а прорабатывать и все-таки самостоятельно проживать свою жизнь без плагиата. Помогай нам всем, Господь, жить чем-то настоящим. Господь и сил, помилуй нас.